ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, Илья, будь добрый. Нет, пожалуйста. После визит француза я должен быть вежлив. Прошу тебя. Я старше вперед. Хорошо. Что ты сказал? Драка, драка. Марин, ты видела, да, что Анатолий не хотел тебя представлять? У нас в студии Марина. Наши глаза, ноги, уши, волосы, маникюр, мейкап, перископ. Нет, перископ это не физический. Мой айфон не часть тела. Нет, не часть тела. Марина, это перископ. Концентуально она перископ. Привет, Марина. За пределами этой студии. Слушайте, вот такую сейчас серьезную тему обсуждали. Какую? Очень серьезную. То есть так много людей, все думают, принимают, не принимают. Геноцид, собственно, и появился после тех событий. Я просто думаю, что мой репортаж, который я принесла, он очень будет в тему. То есть это про игры разума, это про наличие или отсутствие мозга. Оного? Да, можно фактически проверить. Наличие и отсутствие мозга? В двух словах, наши технологии, ну не совсем наши, но в общем технологии в мире дошли уже до того, что появились игры, которые управляются мыслью. Игры? Игры. Ты же даешь задание ему. Начинай рассказывать, иначе мы сейчас заберем далеко. Я думаю, что надо сразу показывать, где я оказалась. Управляющий разумом. Управляемый е. Есть очень уникальный офис в Москве, который привозит различные гаджеты по заказу из различных стран. Большинство, естественно, Китая и Япония. И сама игра, которую они мне показывают, она называется, там, что-то типа «Расслабь мозги», если в переводе на наш язык. То есть это такая штука, такая платформа, на которой устанавливаются различные препятствия. Да, для того, чтобы ей управлять, вот одевается вот такой вот, тоже еще один гаджет. И силой мысли нужно поднять шарик. Вот, 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 смотрите. Силой мысли? Силой мысли нужно поднять шарик. Слушай, даже не начало. Вранье, вранье, вранье. Это не вранье. Это не вранье, я испыталась на себе. Тихо, подожди. Ну ладно. Там, вот эта вот крутилочка, она для того, чтобы крутить вот этот вентилятор по кругу, и чтобы можно было шарик передвигать. Но шарик поднимается только, если ты очень сильно сконцентрирован. На, вообще, на что-либо. Да ладно. Абсолютно серьезно. Ну, Толя, я там сидела, я так там сидела, и как бы для меня это абсолютный нонсенс, как это двигалось, потому что иногда он падал и больше не поднимался. Мне приходилось пять минут вот сидеть его, уколдовать взглядом. А слушай, а вот этот звук напряжения твоего мозга? Нет, это включается вентилятор. То есть ты мозгом включаешь вот этот вентилятор, и он начинает дуть. Ты мозгом включаешь вентилятор? Ну, какими-то, да, я не знаю. Это, наверное... Как раз у нас нас разводят сейчас дешево, а мы верим. Я просто смотрел в одном из сериалов, там человек был полностью парализован, но он как раз мог управлять курсором силы мысли. Я помню, что он две недели стажировался, чтобы заставить... Это очень сложно. Это нереально сложно. Это не сериал, это человек сказал Стивен Хокинг, это реальный физик английский. Я видел в сериале, и не про него. Самое интересное там, что если ты сконцентрирован, то шарик поднимается. Если ты теряешь концентрацию, то есть ты думаешь о чем-либо отвлеченном, то тут же шарик падает, и заставить его подняться фактически невозможно. А препятствия различной высоты, поэтому нужно вот-вот как-то подогнать шарик и заставить его пройти. Слушай, еще раз, я что-то ничего не... Вернее, я понял, мне кажется, что это... Еще раз, намекни хотя бы издалека. Зачем твоя рука лежит на каком-то тумблере, который включает и выключает что-то? А этот тумблер крутит... Ты не должен был этого заметить, ты испортил бизнес. Нет, этот тумблер крутит просто по кругу вот этот вентилятор, вот эту дырочку, из которой дует воздух. Но она не имеет никакого отношения к тому моменту, когда пустят в патрухозу. А процесс вращения ты регулируешь рукой, а высоту шарика ты регулируешь мозгом и давлением в ушах? Нет. Я не знаю, какое там давление. Мне вообще сказали, что это что-то связано с биоритмами, но я абсолютно не верю в какие биоритмы. Я думаю, что так как там на висках, на мочках ушей, и вот здесь вот точечка, которая к тебе куда-то там, вот в мозг, она впивается, такая железячка. А ты биоритмы не веришь, да? Я не верю в биоритмы, я верю в чакру. Нет, я думаю, что это возможно из-за какого-то изменения температуры тела, напряжения, не знаю, там, еще чего-то. Потому что когда начинаешь нервничать, он начинает подлетать сразу же. Откуда эта китайская штука знает, что у тебя изменение температуры тела связано с тем, что ты думаешь о фарике? Ну там какие-то датчики стоят, то есть наверняка на армии. Это из Гуантана, моя дружка. Мне просто менеджеры об этом не рассказывают, они держат все это в тайне. Я задам тебе вопрос, и вот, мне кажется, ответ на него полностью прояснит картину. Я спрошу про стоимость этой штуковины. Если Марина ответит, типа стоит она 400 рублей, то уровень, так сказать, ну, напряжение мозга понятен. Если 400 тысяч долларов, то понятно. Она стоит около 10 тысяч рублей. Нормально. Слушай, а вот эти вот ребята, менеджеры, они на века выходили, и ты эту штуку присобачивала не только на голову, но и на какие-то другие части тела. Честно, честно, я таким не занимаюсь. Я обычная девочка. Я первая тут же мой собачок. Молодец. Вот интеллигентный человек, первый в этой студии. Блин, слушай. Вернее, единственное. Я стараюсь. Спасибо, что надо звать китайских конструкторов, чтобы выяснить. Я знаю, куда вы, Илюха, ну ладно.